Рон Финли, я живу в Южном Централе. Это Южный Централ. Алкомаркеты, фастфуд, пустующая земля. Однажды городоначальники посоветовались и решили изменить название Южный Централ на что-нибудь другое и поменяли его на Южный Лос-Анджелес, как будто это исправит все то, что плохо с этим городом. Вот он, Южный Лос-Анджелес. Алкомаркеты, фастфуд, пустующая земля. Как и другие 26,5 миллионов американцев, я живу в продовольственной пустыне Южной Центральной Лос-Анджелес. Родина еды, не выходя из машины, и стрельбы из машины. Только вот еда в машине убивает больше людей, чем стрельба. В Южном Централе людей убивают излечимые болезни. К примеру, уровень ожирения у меня на районе в пять раз выше, чем, скажем, в Беверли-Хиллз, до которого всего 12-16 километров. Я устал от такого положения дел. И я думал, каково это? Когда вам недоступно здоровое питание, когда каждый раз, выходя из дома, вы видите разрушающее влияние современной продовольственной системы на ваш район. Инвалидные коляски покупают и продают, словно подержанные автомобили. Центры диализа плодятся, словно кафе Старбакс. И я решил, что это нужно остановить. Я понял, что в проблеме заключено решение. Еда – это проблема, и еда – это решение. И еще мне надоело ехать 45 минут, чтобы найти, где продают яблоки, не обработанные пестицидами. Тогда я высадил целый огород перед своим домом. На кусочке земли, отделяющий тротуар от дороги. 45 метров на 3 метра. Дело в том, что она принадлежит городу, но вы должны содержать ее. И я такой, круто, я могу делать с ней что угодно, ведь это моя обязанность содержать эту землю. Я хочу содержать ее таким образом. Я и мои товарищи из LA Green Grounds собрались вместе и начали разбивать грядки, высаживать плодовые деревья, овощи, все по полной. Коллектив работает на добровольных началах и состоит из садоводов, из всех слоев общества, со всего города, работающих бесплатно, и все, что мы делаем бесплатно. Наш огород был замечательным. И тут кто-то подал жалобу. Управа на меня наехала и выдала мне предписание, говорившее, что я должен убрать огород. И потом они еще выписали ордер. Я им, вы что, смеетесь? Ордер за то, что я освоил кусок земли, который сами вы в гробу видали? Говорю им, отлично, действуйте. И на этот раз им это с рук не сошло. А нас написали в LA Times. Стив Лопес снял про это сюжет и обратился к городскому совету. А один из участников Green Grounds создал петицию на Change.org, которая собрала 900 подписей. Это был успех. Мы одержали победу. Из городского совета даже позвонили и сказали, что целиком поддерживают наше начинание. Ведь разве есть причина не поддержать? Лос-Анджелес – лидер по числу свободной земли, которой владеет город. Это 67 квадратных километров свободной земли. Как 20 центральных парков. Этой земли хватит, чтобы высадить 7000 миллионов, 725 миллионов кустов помидоров. Да с чего бы им вообще быть против? Один выращенный саженец даст вам тысячу, 10 тысяч семян. Один доллар, вложенный в семена фасоли, даст вам урожай ценой 75 долларов. Чтобы люди выращивали еду, я даю им такую установку. Выращивать себе еду – это как печатать себе деньги. Мои корни в Южном Централе. Я здесь вырос. Вырастил здесь сыновей. И я отказываюсь быть частью этих сложившихся условий, которые создали для меня какие-то другие люди. И я создаю свою реальность. Я художник. Садоводство – это мое граффити. Я его выращиваю. Как художник граффити украшает стены, я украшаю газоны. Я использую свой сад, почву, словно это ткань, растение с деревьями, в котором я украшаю эту ткань. Вы удивитесь, узнав эффект земли, которую используют творческие. Просто представьте, как восхитителен подсолнечник и как он влияет на людей. Что же произошло? Мой огород стал инструментом для получения знаний, инструментом, преобразовавшим мой район. Чтобы изменить сообщество, нужно изменить состав почвы. Мы – это почва. Вы не поверите, как это влияет на детей. Садоводство – это самое благотворное и дерзкое занятие, особенно внутри города. А еще можно есть клубнику. Помню однажды, пришли мать с дочерью где-то в полодиннадцатого вечера и залезли в мой дворик. Я вышел к ним, и им стало очень неловко. Мне стало очень грустно от того, что им пришлось это делать. И я сказал, что им больше этого не нужно. Я специально выращиваю все на улице. Мне стало совестно. Я видел людей, которые жили по соседству и голодали, и это лишь подкрепило мои намерения. Меня спрашивали, «Финн, ты не боишься, что люди придут и украдут твой урожай?» Я им, «Брось, я не боюсь, что они украдут его». Поэтому все и растет на улице. И этом вся суть. Я хочу, чтобы они брали мой урожай, при этом возвращая себе здоровье. Один раз я разбил огород при ночлежке для бездомных в Центральном Лос-Анджелесе. Вот ребята, что помогали мне разгрузить фургон. Было здорово. Они рассказывали, как то, что мы делаем, повлияло на них. И как. Когда-то они возились на грядках вместе с мамой или бабушкой. Было здорово видеть в них перемены к лучшему. И это только один случай из моего опыта. В итоге Green Grounds создали где-то 20 огородов. Примерно 50 человек приходил работать на посадках. И все это на добровольных началах. Дети, выращивающие капусту, едят капусту. Когда они растят помидоры, они едят помидоры. Но когда ничего из этого недоступно им, если им не показали, как еда влияет на разум и тело, они слепо будут есть все, что бы им не предложили. Я смотрю на молодежь и вижу желание работать. Но они являются заложниками ситуации, когда будущее детей не из белых семей предопределено за них. Эта дорога ведет в никуда. В садоводстве я вижу возможность показать детям, как они могут вернуть себе свои сообщества, вести устойчивый образ жизни. И сделаем мы это, кто знает. Может у нас вырастет новый Джордж Вашингтон Карвер. И если мы не изменим состав почвы, ничего не получится. Вот мой план. Я хочу сделать следующее. Я хочу заполнить огородами целый район, чтобы наладить в нем внутреннее снабжение продовольствием. Сделать из грузовых контейнеров кафе здорового питания. Не поймите меня неправильно. Речь не идет о халяве. Халявная не значит устойчивая. Вся соль устойчивой жизни в том, что ее нужно отстоять. Я говорю о том, что нужно занять людей работой. Не дать детям пропасть на улице, а показать радость и достоинство, которые испытываешь, выращивая свою еду, открывая фермерские рынки. Что я хочу сделать? Так это добавить в дело огонька. Хочу, чтобы мы стали бунтарями эго-революции, гангстерами, гангстер-садоводами. Мы должны изменить смысл слова «гангстер». Если ты не садовник, ты не гангстер. Будь гангстером с лопатой, хорошо? Ладно? И пусть она будет твоим оружием. Так что… Итак, если хотите встретиться со мной, взять и встретиться, то не зовите меня заседать с вами в удобных креслах, обсуждая на своих собраниях, как вы будете что-то делать, типа «мы посадим хрен». Если вы хотите встретиться со мной, приходите в наш сад, берите лопату и садите хрен. Мир! Спасибо! Спасибо! Закадровый текст читала Екатерина Юрьева. Перевод – Егор Ребцов. Закадровый текст читала Екатерина Юрьева. Перевод – Егор Ребцов.